обычно когда мы заканчиваем какой-то автомобиль какой-то проект есть желание его снять даже есть проекты которые мы делаем и сразу снимаем несколько серий интересно показать его но бывает такие машины что мне и на раз стыдно показать такие машины по разным причинам сегодня как раз тот момент chevrolet шеви в а Приветствую вас, дорогие друзья! Дело все в том, что автомобиль, понятное дело, не новый. Но бывает не новый автомобиль, хорошо сохранившийся или там отреставрированный. Люди, бывает, держат в хороших руках там, да. А этот автомобиль, ну, совсем ушатанный, совсем гниловастенький, весь какой-то разокомплектованный. Заказчик его недавно приобрел, я все-таки надеюсь, что он не останется в таком виде. Я надеюсь, что заказчик вложит в него душу, отреставрирует его, там, хорошо покрасит, хорошо перешьет салон и так далее. Но, тем не менее, этот видеоролик нам надо снять для того, чтобы показать вам нашу работу, показать клиенту отчет о проделанной работе. Итак, Chevrolet Chevy Van G20. Таких мы уже делали три штуки. Это как раз третий. Самый первый был, я считаю, самый шикарный. Он хорошо сохранившийся, хорошо человек поддерживал состояние этого автомобиля. Мы туда ставили один ZFE. Второй автомобиль был как раз примерно в таком же состоянии. Я даже не стал его снимать на основной канал, лишь на лайв чуть-чуть дал легкой информации. Здесь же тоже такой ушатенький экземпляр. Ну, что есть, то есть. Итак, нашей задачей было установить двигатель 3U ZFE в рестайловой версии с шестиступенчатой коробкой передач. Для тех, кто не в курсе, что как такового капота у этого автомобиля нету, то есть он маленький. У него есть второй капот, который располагается в салоне. Большой кожух, который открывается и, соответственно, с двигателем можно сделать какие-то манипуляции. То есть мотор, по сути, стоит в салоне. Поскольку у нас уже есть большой опыт по установке таких моторов на эти автомобили, то, естественно же, как вы видите на своих экранах, двигатель чудесным образом занял свое место. Естественно, мотор весь обслужен. Установлены все новые шланги, патрубки. В данном случае здесь использовали силикон. Радиатор охлаждения Land Cruiser 80. Такой мы применили здесь впервые. До этого мы оставляли родные радиаторы, но здесь было совсем все изношено. Просто труха. Вентиляторы, естественно, Тойотовские с плавной раскруткой. Ну и, естественно, кое-какая мелкая периферия. Все остальное в автомобиле осталось старое, которое требует больших и больших работ. Больших вливаний денежных, реставраций. То есть куда ни сунься, здесь даже электрика работает через одно место. Всякие лампочки, всякие переключатели. Просто, ну, просто дикий ужас. Почему-то даже решетки не было. Мы купили такую вот импровизированную вот панельку, пластику. Как-то прикрыли, чтобы, ну, человек сейчас поедет, ему далеко ехать. Человек из региона, на самом деле, большое расстояние. Ему ехать больше тысячи километров. И поэтому, ну, от фур там все летит, чтобы все это было прикрыто. В общем, таким вот образом сделали. Главное, по нашей работе двигатель установлен, все подключено. Он шепчет, он работает великолепно. Он едет на все деньги. Я вам сейчас все это дело покажу. Охлаждение работает, хватает. Всякие периферийные моменты, как вакуумники, гидроуслитель, руля. Все тоже хватает. Кстати, обратите внимание, из-за того, что двигатель занесен туда внутрь, то вот такие вот моменты, такие вот решения, да, как, например, маслозаливная горловина. Это самодельная горловина. Мы ее взяли от другого автомобиля, сделали кронштейн, закрепили. Но по-другому никак, поскольку на заводском Триузете он заливает, масло заливается непосредственно прямо на сам двигатель. Горловина на нем расположена. Здесь же вот на такой вот гофре мы выносим. Бачок Гура приходится выносить, можно сказать так, вперед. И всякие такие моменты, как, например, вот щуп. Здесь вот располагается щуп. Его также приходится устанавливать с углом наклона вперед. Это версия рестайловая, шестиступка. У этой коробки нет щупа. А когда мы ставили пятиступенчатые коробки, три УЗ или один УЗ на такие автомобили, то там есть щупы. И приходилось там вот такой вот огромный щуп, чтобы вот здесь было его вытащить. В общем, такие вот неудобства есть. Кстати, обратите внимание, есть такой вот прикольный атрибут заводской. То есть есть лампочка, которая таким вот образом выдвигается. Есть рычажочек, и она включается. То есть можно где-то ночью, если что-то сломалось, какие-то течи проверить. Такая вот прикольная, удобная штучка. Это мы обязательно сохраним. Даже заказчик говорит, не выбрасывайте, оставьте. Это такой фетиш-атрибут. В общем, хватит болтать. Покажу, как он едет. Все-таки какой бы не был бы такой подушатель, простенький автомобиль, но все равно это американский диван. Садишься в него и плывешь. То есть вот эта вот валкость, мягкость. Кстати, мне не всегда это нравится. То есть я такой человек больше, который любит то, что держится, то, что стоит на дороге, то, что чуть драйвовое. А здесь же, да, здесь вот просто вот сел, разлегся и вот кайфуешь, едешь. Ладно, не об этом. В общем, нашей задачей, еще раз подчеркну, было поставить двигатель. Мы это сделали, мы с этим справились. В многомиллионный раз. Кстати, забыл сказать, что в этих Chevrolet еще одна проблема, которая сложная. Это куда установить блок управления двигателем. Все предохранители, все релюшки. Под торпедой места нету. Поэтому мы переделывали косу под днищем. То есть у нас идет под днищем коса. Заходит под водительское сидение. И под ним сделали специальный металлический короб, который с двух сторон открывается для доступа к этому блоку управления, для доступа к предохранителям, к крылюшкам. Все, чтобы человек спокойно мог обслужить. И вывели, естественно, диагностику BD2. То есть это тоже одна из проблем, одна из сложностей, с которой мы всегда сталкиваемся в Chevrolet. Но здесь еще более сложность в том, что переднее сидение имеет механизм поворота. То есть можно развернуться к пассажирам. Ну вообще оно, в принципе, крутится на 360 градусов. Поэтому наша задача была уместить этот механизм, уместить вот такую коробку импровизированную, металлическую, сделать ее довольно-таки прочной и сильной, чтобы там располагались все вот эти вот компоненты. И еще, чтобы это все работало. И еще, чтобы мы не выросли по высоте, чтобы это было так, как с завода, удобно, комфортно ехать. Ну справились, да, сделали. Значит, далее по приборам. В принципе, вся приборка родная осталась. За исключением тахометра. То есть здесь вот стоит как раз тахометр. Это обычный универсальный, маленький, по требованию заказчикам попросил врезать. Все остальные приборы работают. Ну не все, естественно, работают. Например, датчик уровня топлива здесь не работает. Равно как и подсветка. Равно как и какие-то пиктограммы, лампочки. То есть здесь все было просто измучено. Даже спидометр был выломан внутри. И, соответственно, нам пришлось внутрь вставлять новый электронный механизм, чтобы все это дело работало. Но по-хорошему, конечно, приборку покупать. Не тронутую, нормальную, не заколхоженную, шевролетскую. Благо даже в России есть разборы по этим шевролетам. Так что я не вижу проблем при восстановлении, при реставрации сделать все красиво. Кстати, мне этот автомобиль очень нравится. В принципе, концепция таких вот автобусиков. Сейчас. Для того, чтобы это стекло закрыть, мне приходится двумя руками помогать. То есть моторчики тоже, видимо, измученные. Мне нравятся такие автобусики. На самом деле они добрые. Комфортные. То есть действительно вот на дальняк куда-то поехал с семьей. Я себе приобрел тоже шевролет, шеви-вен. Только низкой крышной, чуть-чуть с укороченной базой, со сдвижной дверью. Точно такой же, как был в сериале и в фильме «Команда». Ну, наверняка вы знаете, что это за культовый сериал, в котором был такой вот грузовичок. Там была «Вандура» G15. Я же купил шевролет, шеви-вен G20. Ну, это примерно одна и та же серия. Хочу начать потихонечку восстанавливать, скорее всего, в следующем году. И показать, какой должен быть из этих автомобилей действительно продукт. Какой должен получиться продукт. Какая булочка должна получиться. Потому что, ну да, сидишь, да, комфортно. Да, он едет. Но вот это вот все, вот эта торпеда просто с этими дырками из-под самореза. То есть, представляете, сколько лет вот сюда каждый прикручивал по строительному саморезу. И зачем, блин, я не понимаю это. Кстати, шестиступочка дает хорошую топливную экономичность. Если кто-то не хочет гонять или использует V8 как безопасность, то есть, ну, как для разгона или как выйти на обгон, но по трассе старается ехать с какой-то постоянной скоростью. Ну, например, мы вот сейчас идем в 80, а у нас всего лишь 1100 оборотов. Представьте, да, 80-1100 оборотов. То есть, 2000 оборотов, ну, это около соточки будет. И это великолепно, представляете, да, то есть, двигатель работает на низких оборотах. Да здесь расход будет литров 12. Мы, кстати, когда первый Chevrolet сделали с 1UZ на 5 ступке, 9i, там расход 12 литров составил. Если постоянно 100-110 держать, на 6 ступке будет еще меньше кушать. Я считаю, что это великолепно. Ну, а если требуется топануть, просто мы нажимаем, тахометр сразу пошел там, 3500-4000 оборотов, и все, и он едет. Сколько мы уже? 120 уже идем, вот. Пятое, 3100, 120, 125. Пошли дальше, 135, 140. Тормоза немножечко бьют, рулевой немножечко здесь так подшвыривает. Поэтому больше не будем. Но потенциал есть. Я на аналогичном Chevrolet и Chevy Vans 1UZ, причем он такой был напичканный. Там седухи, шумка, там бары всякие с высокой крышей, телевизор, он такой тяжелый был. Я не знаю, сколько он тонн весил. А я практически 200 на нем дал. Да-да, он реально может практически 200 км в час ехать по, естественно, шоссе. Да, это уже как-то не очень безопасно. То есть надо при таких скоростях поработать с подвесочкой, с тормозами, с амортизаторами, чтобы он не был таким валким. И тогда, да, будет нормально. Сейчас мы, короче, ехали 120. Смотрите, дворник улетел. То есть его развернуло. Там даже на оси дворников эти шлицы сорваны. То есть даже в таких мелочах он просто отжат. Вот просто отжат. Еще, кстати, один момент, который мы сделали, это лобовое стекло. Наши партнеры, компания Стеклолюкс, любезно изготовила нам такое стекло. У нее внутри встроена микронить. То есть полностью все лобовое стекло будет в будущем работать, обогреваться. Здесь вот есть специальные контактики, когда в будущем будет реставрироваться автомобиль. И заказчик говорит, я уже сделаю тумблер отдельно, чтобы все включалось. Ну, естественно, сделали с полосой. И столкнулись тоже с кучей проблем. Как его вклеить? На форумах ничего толком не пишут. Резинок нигде нету. Подобрать резинку от какого-то грузовика вообще не смогли. Купили их несколько штук. Там вот сзади лежат. Оставим заказчику. Кто-то пишет на клубах, оно все-таки вклеивается. Но в голове не укладывается. Оно цепляется за кантик. Там реально на несколько миллиметров. То есть, получается, для того, чтобы вклеить, нужно несколько тюбиков. Там пять штук их использовать. Ну, заказчик сказал, вклейте. Мы его вклеили. Хотя это с эстетической точки зрения. Ну, и вообще как, ну, неправильно это. То есть, надо думать, покупать, как вообще завод здесь был. Если честно, не знаю. В общем, тоже одна вот из проблем. Таких вот, да, там, покупок вот этих вот комплектующих. Ну, не знаю. Может быть, в будущем, когда человек будет реставрировать, он уже там какую-то накладку придумает по наружке. И будет красиво. Главное, такие мелочи, как вот задача поставлена перед нами. Купите стекло, закажите, поставьте, мы это сделали. Закажите тахометр, поставьте, мы это сделали. Обеспечьте силиконовыми патрубками двигатель, мы это тоже сделали. Там покрасьте, тоже сделаем. То есть, такие вот вещи, если заказчик просит все это сделать, ребят, красиво, естественно, все это дело делается. Хотя вот стекло в свободной продаже не купишь. Их нету. Их, в принципе, запчастей на этих автобусах очень мало. Сломалось. Да что ж такое? Ладно, в общем, ребят, мы завершили этот проект, мы установили двигатель. Вы сами все увидели, что машинка едет. Машинка едет очень, кстати, бодро, офигенно, шестиступочка, прямо и на трассе, хорошая топливная экономичность. Надеюсь, все-таки еще раз подчеркну, что владелец доведет этот автомобиль до логического завершения. Спасибо, что смотрели это видео. С вами был, как всегда, Василий, команда Inva Motors. Работаем для вас!